Карачаевские киизы, старинное орудие труда – все это можно увидеть в стенах художественной галереи Черкеска. Экспозиция взята из фондов музея-заповедника и представляет собой немалый интерес. С работами ознакомилась шерифат Лепшокова. Валивание узора раскладывалось, это не ручками начерченные линии, это руками мастериц. Вот так уложен орнамент, узор. Лидия Богатырева – старший научный сотрудник музея, трудится здесь уже 41 год и знает об экспозиции все. Тщательно готовя выставку, она преследовала одну цель – познакомить жителей и гостей республиканской столицы с материальной культурой народов Карачаева-Черкесии. Выставленным карачаевским киизом около 100 лет. Сотрудник музея надеется, что представленные работы могут помочь и начинающим мастерам по войлоку познакомиться с этническим рисунком, который использовали мастерицы. Традиционно это растительный и заморфный орнамент. Киизы были нескольких видов – с вкатанным узором алла-кииз, с аппликацией выкраины, бытовал и однотонный войлок. Я с другой стороны вам покажу, врезанный, видите, вшитый. На фоне красного войлока – черный орнамент, а на фоне черного фона – красный орнамент. То есть два разных войлока получается. Растительный орнамент. Если алла-киизы с геометрическим орнаментом, а здесь растительный стилизованный. Ковер с аппликацией назывался джи-юрч-кииз. Чем больше заморфных мотивов было на войлоке, тем больше мастериса желала обладателю кииза материального благополучия. Работа была кропотливая и физически трудоемкая. В данном случае это сухонное, черное сухонное и сверху аппликации. Техника здесь другая. Аппликация сверху, рогообразные изображения. И мы покрывали полки деревянные. Раньше в верховьях Кубани был богатый сосновый бор. И карачаевцы строили из бревен жилища. И вдоль стен, вдоль этих крепких стен устраивали полки. Выше этого ковра джи-юрч-кииза вешали под потолком шесть. И украшали этот шесть другим войлоком урок кииз. На выставке можно увидеть уникальный ковер. В него вложена душа мастерицы и ее любовь к внукам. Через сто лет мы можем прочитать имена Марьям и Ансара, валенные в узор. В экспозиции представлены и старинные орудия труда. Ручная прялка, гребень для расчесывания шерсти, щетка для поднятия ворса борки и, конечно, инструмент для изготовления ткани. Бережно собранный сотрудниками музея из разрозненных частей, он наглядно демонстрирует весь процесс. Результат работы мастерицы также можно здесь увидеть. Это три мужских комплекта, изготовленных из шерсти. Наряду с карачаевскими и адыгским костюмами на выставке можно увидеть и элементы одежды нагайцев. Широко не использовали и войлок. Так имеется эскиз украшения войлочной двери свадебной юрты молодоженов. Представленная экспозиция будет интересна всем неравнодушным к прошлому народов республики. Выставка продлится до 28 августа. Шерифат Лепшокова, Олейбустанов, Вести Карачаева, Черкесия.